Похожая картина во многих городах России. В условиях непогоды уже четвертые сутки. Без электричества остаются почти 90 тысяч человек. В Ульяновской и Самарской областях, а также в Татарстане. В Казани, прямо возле Кремля, валился грунт под тяжестью снега. По той же причине город уже несколько суток стоит. Въезд грузового транспорта запретили. Наш корреспондент Санислав Назаров с подробностями. С первым снегом в Казани закрыли институты, школы и детские сады. Учащиеся просто не могут до них добраться. Патрульная служба даже не включает фоторадары. Когда автомобильный поток часами буксует в жиже, а центральные магистрали напоминают скорее многокилометровые парковки. Превысить скоростной режим невозможно в принципе. Снега за прошедший день здесь вывезли свыше 20 тысяч тонн. Только вот снегоплавильные заводы не справляются и на окраинах Казани постепенно вырастают настоящие ледяные горы. Обильные снегопады не прекращаются в Татарстане уже четвертые сутки. Сильные снежные заносы практически полностью заблокировали автомобильное движение. Передвигаться по городу в эти дни многие казанцы предпочитают пешком. Чтобы попасть на работу, сотрудники предприятий выходят еще затемно. Путь в 15-20 километров пешком можно преодолеть за три часа. Быстрее, чем на общественном транспорте. По нечищенным тротуарам пешеходы идут медленно, большими группами. Сегодня я добираюсь до работы около двух часов, так как завод режимности с погодным условием приходится идти пешком. А пройти чип проходной нужно без 10-8. Уже двое суток город закрыт для въезда грузовиков. Под Казанью стоят несколько сотен большегрузов, еда и топливо у большинства водителей на исходе. Чтобы не замерзнуть и прогревать двигатель, дальнобойщики делятся друг с другом соляркой. Сколько еще ждать, неизвестно. Все зависит от погоды. В форах на трассе и медикаменты, и продукты, которые могут испортиться. Убытки подсчитывают и в пассажирских предприятиях. Из-за нечищенных дорог городские автобусы ломаются вдвое больше обычного. Доходы уменьшились, но расходы увеличились. Так как автобусы стоят в пробках, автобусы буксуют. И в итоге увеличивается расход топлива. Следующая затратная часть у нас увеличилась. Это расход на ремонт подвижного состава. Ужин при свечах, отсутствие связи и водоснабжения. В трехстах населенных пунктах Татарстана действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильной метели произошли аварии на линиях электропередач. И 90 тысяч человек живут без электричества. Снегопады в республике прогнозируют до конца недели. Станислав Назаров, Алексей Ворозайкин, Найд Хазипов. Вести. Республика Татарстан. Республика Татарстан.